Следственный комитет Якутии возбудил уголовное дело по факту затопления рудника МИР. 4 августа в 17 часов по местному времени в результате стока воды произошло затопление подземного рудника, в котором на тот момент находилась технологическая смена в количестве 151 человека. В настоящее время на поверхность поднято 143 работника, трое из которых находятся в больнице, и их состояние оценивается как удовлетворительное. Продолжаются спасательные работы по эвакуации оставшихся 8 заблокированных в шахте людей. В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователем продолжается осмотр места происшествия. Оброшены 94 работника предприятия, которые непосредственно в день происшествия производили работы на карьере. Назначены судебные медицинские освидетельствования пострадавших. На предприятии изъяты документы, связанные с проведением подземных работ, в том числе должностные инструкции всех работников. Между тем, по словам самих шахтеров, такое количество людей в первые часы удалось спасти благодаря системе СУБР. Сигнал тревоги прозвучал в руднике еще до того, как в выработке хлынула вода. СУБР – это комплекс аварийного оповещения и селективного вызова. Систему используют на подземных выработках шахты с простиранием шахтного поля до 10 км и глубиной шахт до 1 км. По сути своей СУБР – это еще система постоянного отслеживания людей на горных выработках, которая входит в комплекс аварийного оповещения. Система оповещения СУБР – это система оповещает об аварии, указывает выход запасной. Она как показала себя во время аварии? Она сразу же отработала. Я думаю, что тех работников, которые находились в каких-то отдаленных местах и еще не видели эту воду, что переходящая вода пошла, они узнали об этом от этой системы оповещения. Ну а Ростехнадзор проведет плановую проверку рудников «Алроса». Работы начнут с 4 сентября. Поверка охватит рудники «Мир», «Интернациональный» и «Удачный» и «Хал». Также проверят склад взрывчатых материалов. Вместе с тем «Алроса» готова оказывать всестороннее содействие проведению этой проверки. Повышение уровня промышленной безопасности является для компании приоритетом. Еще в мае наблюдательный совет принял решение провести всесторонний аудит системы промбезопасности в компании. Продолжение следует...